Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Андрей, и сегодня прокачаем пассивный модуль бессмертия, так называемого, Лестент, в конце, конечно, этого боя. Он установлен у меня на аресе, он шестого уровня, когда остается 30% хп, робот становится бессмертным, неуязвимым к любому типу урона в течение 4,5 секунд. Существенно скажу я вам особенность, которая уже не один раз выручала меня в боях, друзья. Также у меня на аресе установлен модуль атаки пассивный и модуль хп, хэви армор кит. Аккуратно захожу с правого фланга, это превосходство режим, играем на Dead City, играю спокойно. Своевременно главное рассчитывать включение спецспособности ареса, то есть включать у него неуязвимый ко всем типам урона щит, и, соответственно, быстренько отстреливать спецспособности накопленным, нанесенному по урону щиту. Но не более 100% происходит это накопление и не более 100% усиливает урон спецспособности. Поэтому действуем осторожно. Вот сейчас был момент, как раз когда осталось 30% хп, и робот был бессмертен в 4,5 секунды. В меня выстрелил справа райджин, и в меня стрелял спектр аркановый, и не смогли меня уничтожить. Немножечко здесь присутствуют лаги, хотя интернет хороший, такое бывает после обновления, немножко подлагивает игра. Но ничего страшного, тем не менее, обзор удалось снять. Продолжаем вести аккуратно бой. Активный модуль, на который батарейки трачу, у Ареса. Лечилка у меня стоит, чтобы он мог, соответственно, отходить и своевременно подлечиться, что тоже неоднократно меня в боях выручало, друзья. Очень важный момент. У меня на всех роботах абсолютно активный модуль, установлен именно лечение. Антистелс будем тестить отдельно, и еще я создал вам две серии обзоров со становым модулем любого вооружения, и не поверите, я установил его на фуру флакс. И на больших картах очень интересные получились бои на фуре флакс со становыми модулями. Посмотрите, как долго продержался Арес, почти 3 минуты боя со всеми модулями. И нанес существенные потери красной команде с правого фланга. Теперь заходим на Мендере. У Мендера у меня установлено два модуля третьего уровня на ХП, Хэви Армор Кит, и один такой же модуль, только уже четвертого уровня. То есть модули не докачанные. Тем не менее, посмотрите, 250 тысяч жизней ХП у него. Очень долго живет в бою. Активный модуль лечения. И я комбинирую, поочередно включая эти оба модуля, что позволяет в абсолютно безнадежных ситуациях этому товарищу Мендеру выживать и не умирать. Такой вот получается Чахлик неумерущий. Кощей бессмертный. Просто неубиваемый Медикус в плановых боях. Это просто великолепная себя особенность поочередного включения двух ключей. Вот помогает. При всех усилиях три роботы пытались меня уничтожить и не смогли. Плюс я нанес им существенный урон, одного удалось уничтожить, и я смог удержать центральный маяк. И только когда я уже потратил все способности с двух векторов, меня уничтожил Аркановый Спектр и с Арканов Эксодуса Инквизитор. Жестко отработали, но я готовлю им сюрприз и выхожу, соответственно, на втором Медикусе. Но у него установлены стандартные модули на ХП плюс 2%, первого уровня три штучки. И тем не менее, все равно, все равно этот Медик остается очень сильным. Остатки стандарного вооружения я на него установил. Один хал, одна корона и один гаст. Просто для кучи. С левого фланга атакую двоих противников в центре, быстренько их сжигаю и снова удерживаю центральный маяк. Активирую один модуль и активирую второй. Скоржи в Лиге Чемпионов это романтика, тем более на Булгасаре. Скоржи, я считаю, не романтики, только если они установлены с модулями атаки на Аресе. И, соответственно, если эти модули установлены на Спектре. Четыре штуки, достаточно серьезные. Сейчас уничтожим и второго Булгасаря. Тоже, естественно, на Скоржи. То есть, все-таки, друзья, романтика, как ни крути. Нас три Скоржи недостаточно уже для Лиги Чемпионов. А вот два Спарка и два Скоржи на Аресе, это очень серьезно. С модулями атаки это будет страшнейшая просто огневая мощь. Но, опять-таки, не забываем преломление лучей Скоржи по рельефу местности. Надо учитывать, что если неровный рельеф, попасть проблематично. Плюс занимает наведение. Потеря времени на наведение. Я этого очень не люблю, но, тем не менее, по Скоржиам я вам обзоры сделал и буду делать еще. Итак, заканчивается тот бой. Трех роботов мне хватило, чтобы убить большую часть команды. Я думаю, что Меркури даже не добежит до респа противника, как бой уже закончится. Ну и плюс, более-менее, отыграла моя синяя команда. Не скажу, что очень активно, но более-менее, ребята там постреляли. Заканчиваем этот бой и смотрим на статус. 6 минут боя и урон 1 миллион 800 тысяч. Более-менее, более-менее, можно значительно больше набивать, друзья, тем более с этими модулями. Ну, теперь приступим к прокачке. Модуль стоит 5 тысяч золота, 12 дней прокачки. Серебра 240 миллионов, это очень много. И ускорение потребуется 2295 единиц золота. Спасибо большое, друзья, вам за просмотр. Увидимся в новых обзорах. С вами был Андрей. Всем хорошего настроения. И скоро, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok